Проект «Я помню». Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Гейда Леонид Иванович. Руководитель проекта и главный редактор Артем Драбкин. Интервью и литературная обработка Александр Бровцин, Олег Кощеев. Опубликовано 14 февраля 2008 года. Часть третья. Леонид Иванович, скажите, а что считалось боевым вылетом и что не считалось боевым вылетом? Ну такого не бывает, боевой, не боевой. Раз летчик вылетает по заданию, сбил он там самолет или не сбил, это считается боевой вылет у него. Ну а когда собьет или воздушный бой был, это решающая и завершающая стадия, потому что он для этого и вылетал, чтобы защитить. Если выполнил задачу, считается боевой вылет. Таких не бывает, не боевой, боевой вылет. Просто сейчас опубликованы документы расследования комиссии Ставки, политбюро, в частности Хрущев туда входил. Там написано, что в 42-м году, особенно в начале, и даже немножко в 43-м, наши истребители плохо действовали. То есть они летали, но противника не замечали. То есть он летит себе и летит, а в бой даже не вступают. Это неверно. Я знаю по своим летчикам, что если он не вступает в бой, то есть очень много объективных причин. И летчик сам решает. Он это делает все. Может, горючее было на исходе. Куда вступать в бой? Может, он израсходовал боеприпасы. Куда вступать в бой? Так что это все очень сложно сказать. Но у нас таких не было случаев. Мы больше всех были под Сталинградом в обороне. А сказать, что не замечают, трудно сказать, по каким обстоятельствам. В нашем случае было по-разному. У нас были цыгане-летчики. Они в Волгу упали. Как летали, в первых боях три человека было. И еще у нас был Прохоров такой, самый старший летчик. Его называли локатором. Видим, что самолеты очень далеко. Мы говорим, а он раз в штопор и в Волгу. Тонет вместе с самолетом. И все три они погибли. Но потом разобрались. И один летчик тоже самый был такой случай. Орлов, я помню хорошо. Он постарше был уже. Он тоже покинул самолет и на парашюте спустился. Никаких не было самолетов. Но там не обманешь. Вы видите меня. Я вижу вас. Вся информация идет достаточно точная. Так что здесь не обманешь. То есть это он струсил, да? Да, струсил. Но его очень строго предупредили. И он со слезами и все прочее. Но дальше он мало летал. Но они судили его. Ему дали другой самолет. И он дальше летал. А в этом полку только один такой случай был? Да, один за все время. А в других полках, где вы служили, такие случаи были? Ну, такой информации мы не имели. И подтверждать я не могу этого. Вообще много диковин бывало, если честно сказать. Было по-разному. Все равно наша 102-я дивизия обеспечила оборону. А с обороны перешли в наступление. Если бы не мы, то не могли бы перейти в наступление. Мы работали на заданиях день и ночь. А средний октябрь было это. Там дивизия была. И день и ночь шли войска под Сталинград. Иногда давали привал. А там недалеко наш аэродром был. Так некоторый упадет и уснет. А там был 38-го гвардейского полка. Как он убил одного казаха? Там национальные подразделения шли. Так там в пехотных войсках командир сделал ошибку. Там, где самолеты летают, они сделали привал. Я не знаю, по каким обстоятельствам. Они здесь стояли, а мы там стояли. Но вот у них такой случай был. Как засчитывали сбитый самолет? Вот там, под Сталинградом. Ну, я же сказал, что были фотопулеметы. Уже в 42-м году на Кобрах были. А на Китихауках не было. А как засчитывали на Китихауках? По фактически сбитому самолету. Там же наблюдают за воздушным боем не только наши представители полка. Там же есть специальные люди, которые наблюдают. Эти люди от главного штаба. Офицеры-направленцы. А потом подтверждают наземные войска. То есть непосредственно в том квадрате, где ведется бой. Да. То есть была прямая связь с ними. И туда звонили и узнавали? Да. Уже в 42-м году строгий был учет. А в 41-м году тоже сбивали. И хорошо сбивали. Но фиксирование было невозможно. Потому что немцы настолько быстро двигались. Подтверждения не было. Войска не подтверждали, потому что они часто менялись. А уже после Сталинградской битвы там уже очень строго было. Вот фронт идет. Есть воздушный бой. Командиры частей. Они видят воздушный бой. И кто сбил, сколько наших потерь было. Все это подтверждалось. Если про аэрокобры говорить, как быстро переучились на аэрокобры? Ну, если летчик хорошо знает материальную часть, знает панель, все приборы, догадывается легко, где скорость, где масло, где все прочее. Легко ориентируется. В начале были надписи на бумажечке, на русском языке. Все же было не на русском, а мы вообще плохо знали английский язык. Я немножко знал немецкий язык. А там же показания приборов не в сантиметрах, не в метрах, там в футах, да? Как вот это все летчики осваивали? Да, фут равен 400 с чем-то метров. Я точно не помню. Просто переводили. А потом уже летчики просто чувствовали высоту. Здравомыслящий человек, он все чувствует. Вы не помните, насколько эти аэрокобры соответствовали паспортным данным? По скорости, по высоте. Я не помню это все, трудно вспомнить. А вообще скорость у них была хорошая, до 600 километров в час. Высота была до 9 тысяч, 10 тысяч. Это хорошие были самолеты. Но в основном бои были на высоте 4-5 тысяч метров. То же самое, что и на Китти-Хауках. Были хорошие самолеты, 4 пулемета и пушка, 37-миллиметровая. Если все хорошо сделал, бил без промаха. Из вашего полка забирались летчики в какие-то специальные лучшие части? Нет, такого не было. О штрафных эскадрильях вы что-нибудь слышали? О штрафных эскадрильях, по-моему, не было. А может и были, но я не знаю. Штрафных не было эскадрильей, я не слышал. На земных войсках там были, а в авиации не было. На Курской дуге, как чаще замечали самолеты противника, сами или при помощи РЛС, что было чаще? Ну, это все передавалось по постам в нос. Но на Курской дуге я говорил, что два дня были мы. Нас разбили сразу. Там не считались ни с чем. Убирали, освобождали место, чтобы другим была возможность. А мы сразу пополнились летным составом и уже формировались из опытных летчиков и получали самолеты в Красноярске. И дальше вы уже на Украине воевали на них? Да. Потом снова попали в 9-й Воронежский корпус, уже пошли наши войска в наступлении на Харьков, с Харькова на Киев, на Львов, со Львова на Румынию и дальше в Австрию. Что изменилось в тактике и применении ваших самолетов там, на Украине? В основном не изменилось. Вообще противовоздушная оборона ведет борьбу с разведчиками и бомбардировщиками. Истребители обычно бывают на линии фронта. Мы применили тактику шалонирования самолетов по высотам. Это очень удобно, дало эффект. И не давали им ни одного промаха, чтобы противник прошел в тыл. Не было у нас такого случая в нашей зоне. Все же мы по зонам, определенные задачи соответственно техническим данным самолета, пределы и все. Леонид Иванович, скажите, это здесь уже, а вот под Сталинградом, вы говорили, основная группа и группа сковывания, они тоже по высотам как-то распределялись? Да, по высотам распределялись, по зрительной части. Разные высоты, но чтобы видели друг друга. Если потеряешься, и все, и ничего не сделаешь. Если наш самолет Аэрокобру или Китти Хаук не сбивал, то по техническому износу он сколько летал? Ну сколько, пока не собьют его летал. По техническим данным они, собственно говоря, не определялись. Моторесурс двигателя определялся. При налете 2000 часов ему дают профилактику и там все прочее. А так менять моторы не меняли. Ни у Кобр, ни у Китти Хауков не меняли моторы. А как они были по надежности? Отказы у двигателей часто были? Не было. На Кобрах не было. На Китти Хауках тоже не было. А на Томагавках были часто. Очень часто было, они не оправдали себя. И был очень крупный разговор правительстве по этому вопросу, что некачественные самолеты поставили американцы, и они быстро заменили их на Китти Хауки и Кобры. Леонид Иванович, вы были помощником штурмана ПАЗОС. Расскажите поподробнее об организации этой службы самолетовождения. Ну, на Кобрах были радиокомпаса. Впервые были. Если на наших самолетах были компасы, и все. По компасу он ориентировался. А по проводным, во-первых, уже в 43-м году стали применять радиолокаторы. В 43-м году. А то все визуально было. Ну, радиолокаторы на самолете был сигнал установлен. Я свой самолет. Он дает импульс на планшет и определяет противника. Противник, если это он, то показывает, он идет с одной стороны, а наши вот здесь. Площадист видит импульс и уже сообщает командиру, ответственному по командному пункту, где наши, а где противник. А ваши задачи как помощника штурмана, какие были конкретно? Ну, конкретно это замена данных. Данные менялись чуть ли не два раза в сутки по времени. И надо довести до летного состава. Это дело все шло через Москву. В эти данные входило позывные маяка, позывные радиостанции. Вот маяки, станции, частоты, длина волны и сам шифр. Там еще много было всякого. Еще был розыск самолетов сбитых, подготовка с аэродромом связана была, еще кроки. Вначале всегда, когда садится полк, снимаются кроки. Или обходят, или снимают, и так далее. Но это и в мирное время было. Это была каждого обязанность, потому что каждый должен знать свой аэродром. Вот я говорю, что когда молодые летчики были, они ходили обязательно. Это все в мирное время делали. А в военное время очень редко делали, потому что один раз скажут, и сразу посмотрел и определил. А помощник штурмана полка в организации аэродрома, что делал конкретно? В основном-то локатор был. В локаторе было около 30 человек. Два локатора. Парные были. Один работает, другой отдыхает. График работы. А он контролировал, контроль работы, учил людей, требовал точности исполнения, чтобы все было бесперебойно. Обеспечение в течение 24 часов. Каждый день. И вы постоянно на этих радиолокаторах находились? Нет, конечно. Временами приходилось. Просто проверял работу. Проверял, контролировал. А сам на командном пункте. Получается, что эти два локатора, они ваш полк обслуживали. Они обслуживали наш полк и по указанию дивизии. Потому что мы в связи были с дивизией, корпусами. Они передавали все то, что делать. Идет самолет, летит на задание. Они могли передать высоту, скорость. А тип могли определить самолета? Нет, не могли. Ну как, он дает импульс, любой там, кто летит. А уже знаешь, что летит противник. Если свой самолет, знаем. А если летит самолет противника, тоже знаем. И по направлению уже видно, определяешь цели, задачи и замыслы противника. А потом с планшета на карту переносишь полет. Маршрут полета. А в ночное время они так же эффективно работали, эти локаторы? Работали они очень мало. Но вы же говорили, что они 24 часа в сутки работали. Локаторы работали, потому что воздушное пространство без просмотра не оставалось ни на секунду. А боевые действия не проводились. ПВО, как обычно, далеко от линии фронта. Ночные полеты были, когда уже летели, если противника обнаружили. Ну а противник как? Ночью летали же? Разведчики, ночные бомбардировщики. Нет, летали ночью. В Киеве мы стояли, а не Киев бомбили. На Чернигов, Чернигов бомбили. И Киев бомбили. Там наши летчики сбили 8 самолетов, но на рассвете. Вот, как правило, они на рассвете бомбили. Мне приходилось выезжать Чернигов из Киева на разведывание площадок сбитых самолетов. А это так было, что если самолет упал, зенитчики себе его приписывают, а летчики себе. Но если в живых остался, то они подтверждают, немцы, кто сбил самолет. Но это редко было. Леонид Иванович, скажите, при каких максимальных неполадках самолет можно было посадить вообще? Садились ли у вас поврежденные самолеты на аэродром? У нас таких и не было. Не было у нас такого случая, чтобы был поврежден самолет и садился. Все обходилось благополучно, с хорошим качеством. Не было таких случаев, чтобы подбитый самолет садился. Это бывает чаще всего на фронтовой полосе устребителей, яков, лагов. Наша фронтовая авиация была. Эти илы в основном. Они все делали, решили все. А их сопровождали яки и лаги. Американской техники на линии фронта не было, кроме бомбардировщиков. Бостоны бомбили. А потом по Ленд-Лизу уже стали они, по-моему, в 44-м году, нет, в 45-м. Они стали предъявлять, выплатить компенсацию Америке. Те самолеты, которые были новые, не участвовали, мы их вернули американцам. Заберите, война закончилась, и нам их не надо. А у нас авиация уже была своя хорошая. Были истребители хорошие, бомбардировщики были хорошие. Мы уже на своей технике воевали. Мы в последние годы воевали на своей технике. Леонид Иванович, вы говорите, что на передовой в основном была наша техника. Не было американской и английской. А с чем это связано? Может, наша техника была лучше? Или мы больше доверяли своей технике, не доверяли американской? Нет, не поэтому. Я не знаю, почему. Не могу вам сказать. Но в основном истребители были американские, противовоздушной обороне, это я точно знаю. И Покрышкин летал на Кобрах, и летал на всех типах самолетов наших. Опишите ваш быт на фронте. Как одеты были, как питались, как отдыхали. По-разному было. Ну вот под Сталинградом мы сели на аэродром. МТФ-3, взывалось, молочно-товарная ферма, третья. Ничего не было, три стога сена и все. То есть все постройки были сожжены, да? Нет, там чистое поле было. Несколько километров чистое поле. Десяток километров. От средней Ахтубы там было километров двадцать семь. Около тридцати. Аэродром наш находился. Рыли землянки, потом спали в стогах. Стогу наши ниши делали, залезали туда. Потом для летчиков сделали землянку. А технари так и жили в стогах. Все время. До октября. Купались в день десять раз. Питание было регулярное. Питанием нас обеспечили фронтовые кухни, которые были непосредственно там, на левом берегу, по ту сторону. И там из фронтовой авиации батальоны наши обслуживали. Привозили в определенное время по заявке. Я тоже активно участвовал в этом отношении. Обеспечение питанием и так далее. Питание было нормальным. Две землянки нам сделали уже в июле месяце. Мылись регулярно. То есть вшей никогда не было. Были немножко. Но мы такого не ощущали, что это были вши. Но я помню, что было это. Было несколько случаев. Но врач за этим следил хорошо. Что было достаточным основанием для того, чтобы летчик не полетел на задание. Допустим, он чувствует, что его собьют в этом полете. И говорит, что я не могу полететь. Такого не бывает. Только врач может освободить, если давление. Но обычный летчик заявляет врачу, что плохо себя чувствует. Врач сразу пишет над таблицей, что его нужно отстранить от полетов, идти отдыхать. А так, чтобы заявления такие, такое очень редко было. Вообще, скажем, очень редко было. Леонид Иванович, вы жили в таких условиях, а часто ли болели? Я не болел. А технари? Они же все время были на открытом воздухе. Ну, технари тоже. Были разные случаи, конечно. Но так, чтобы болели, так это врач есть. У нас он меры принимал все. А так болезни не ощущали мы. Вы занимались снабжением. А была ли разница в снабжении между техническим составом и летным составом? Нет, не было. А почему под Сталинградом для них даже землянку не построили? Я не знаю, почему. Потому что и не спрашивали. И не было возможности, и никто не требовал. Рады были в сток залезть и там отдохнуть. Никто претензий не предъявлял. Сколько у вас женщин в полку было? Какое к ним отношение было в полку? Я не помню, сколько было человек всего. Но в эскадрилье у нас было пять женщин. Они появились еще тогда, когда мы были в Ярославле. Они заменили писарей, заменили прибористов, кислородчиков и были связисты. Отношения к ним было очень хорошее. У них были отдельные комнаты, они дружили хорошо с летчиками. Замуж многие вышли из них? Большинство. У нас один был случай. Командир полка только мне доверял. У нас была Аня, она была писарем. Хорошая девочка была, москвичка. Мы стояли в Рыбинске, а у них отдельный домик был. Но и два летчика за ней стали ухаживать. Обычно на ужин давали по сто граммов. Но они еще добавляли, со стороны, и сказали, что там скандал среди девушек. Девушки, которые были обделены вниманием ребят, они докладывают начальству, что им не дают покоя, что надо отдыхать, а они шумят. Но я и пошел туда наводить порядок. И один летчик открыл кабуру своего пистолета. А пистолет был на взводе, и произошел самовыстрел. И этой Ане попала прямо в пятку и оторвала пятку. Ее уволили из армии. Дальше ее не было. Такая хорошая девушка была, покладистая. Но судьбу я ее не знаю. Как вы относились к советской власти и коммунистической партии на той войне? Я, как и все, как все относились. Мы верили все. Не было таких, кто не верил, неверующих. Неверующие, может, и были, но мы верили и надеялись на лучшие, несмотря на то, какие были бесчеловеческие отношения. А бесчеловеческое отношение к кому? Было много наших людей невинных. Пропало и при раскулачивании, и при всех других делах. Вот я, когда служил в Ростове, это 36-37 год, я хорошо помню. А дело было зимою, а наша часть была на окраине города. А дальше идет степь и леса. Вчера занимались, ничего не было. Опять в стране проходим, тоже по тактике заниматься. Так одни бороны, могилы. Но мы поменяли положение занятий. А что мы знали? Ничего мы не знали. А по этому вопросу я могу сказать, что я верил и был большой патриот. Я в партии был 66 лет. Про советскую власть такой власти, конечно, уже не быть. То есть ее больше не будет? Не будет ее больше. Она была очень хорошая и справедливая. Но во власти были люди недостойные. Мне пришлось встретиться с одним товарищем, а может и не товарищем. Я был в Польше, служил, а там мы служили в северной группе войск, а там большинство было с Западной Белоруссии и с Западной Украины. Они как только освободили Польшу, все куда-то ушли и занялись торговлей. Я везде был и меня везде принимали и никогда ничего не порочили. Даже приглашали в гости на кружку чаю. А некоторых кто? Я не знаю, я не занимался мародерством и был против этого. Это была грубейшая ошибка нашими допущена, вышестоящими, нашими властями. Немцы издевались над нашим народом, а мы пришли освободителями и тоже издевались. И вот это особенно женщины, молодые. Но это я был в городе, жары, ародром, мы стояли там. Я там познакомился в одной магазине, молодая была, мужа у нее не было. А отец у нее был уже пожилой, который еще служил в Коминтерне. Его осудили и он просидел 14 лет. Он работал с Лениным. У него не было ногтей ни на руках, ни на ногах. Он показывал, у него вырезали без всякого на теле все. Вырезали ребро живьем, без всякого наркоза. Его обвиняли, что он против советской власти. И он сказал, что советская власть это очень хорошо, что он за советскую власть. Его реабилитировали. И вот он попал к своей дочке, и я с ним беседовал. Я дважды беседовал с ним. Не дважды, там очень часто было. Ну, не часто, а как они приглашают. Не пойти неудобно было, а пойти времени было мало. Потому что нельзя было сильно развлекаться этим делом, потому что смотрели за этим. И он сказал, я за советскую власть. А вот руководители допускали грубейшие ошибки, которые непоправимые. Вы сказали, что наше мародерство в Польше было очень развито. Это не в Польше. Это я когда был в Вене. Мы этим не занимались, мы офицерами были. Нам даже это как-то неудобно было. А у нас были военторги, что хочешь, то купи. Купишь и посылай посылку, пожалуйста. Две посылки в месяц было положено. Мы через военторг все делали. А наземные войска, это рассказывали местные люди, мне довелось встречаться со многими, да и у нас уже были официанты вольно-наемные, местные были. Они тоже рассказывали, а некоторые даже женились на них. Вот был такой случай. Вы имеете в виду в Австрии, в Вене? Да, в Австрии. Давайте я сначала расскажу о старом коммунисте, а потом о мародерстве. Так вот, была одна с ним беседа у нас. Так вот, он был против Хрущева, против этого пленума ЦК про культ. А он был за Сталина. Это было уже в 50-х годах, 56-й год, это дело было. 56-57 год. Это года были, года культа личности. То есть он был против 20-го съезда? Да. Сказал, зашли бы в кабинет, да друг другу дали, чтобы нос покраснел, и народу не объявляли. Это его дословные слова. А почему народу не надо было объявлять? Потому что был очень сильный патриотизм. Леонид Иванович, скажите, а каково ваше личное отношение к Сталину? Ну, личное отношение. Он очень любил летчика. Если что-нибудь случится на самолете, то ему докладывали. Но это, конечно, он главнокомандующий, и в эти мелочи ему вмешиваться было не нужно. Это такие мелочи решаются в полку, масштаб полка, инженера есть. Но он строго наказывал. Этого я не одобряю. Василий летчиком у него был. Может, из-за этого Сталин так любил летчиков? У него один сил был артиллеристом, под Сталинградом попал в плен. Его хотели обменять на Паулюса, но он не согласился. Ну, а что сказать про Сталина? Требовать, конечно, надо. Требовать, конечно, надо с народа, и законность требовать. Но окружением Сталина, по-моему, это все было сделано. И мы потеряли, собственно, весь Советский Союз из-за этого дела. Что за окружение? Берии там, другие. Вот, скажем, Артшерникидзе был честный и добросовестный человек, хотя он застрелился. Вы знаете? Вот. Ну, что я могу сказать про Сталина? Конечно, демократии не было. Но диктаторство, оно не присуще человеку. Любое диктаторство, оно никогда не давало положительного дела. А только Совет и все. Я вот больше сорока лет на пенсии работаю, я знаю. Совет, посоветуйся, как сделать. Много наломали дров. И с коллективизацией, и все прочее. И с другими, с людьми. И не считали людей за людей. А это очень плохо. Леонид Иванович, на ваш взгляд, во время войны политруки и комиссары какую роль сыграли? Да комиссары, собственно, это лишняя была должность. Ну, конечно, надо вести пропаганду, разъяснение людям. Надо обязательно. Но чтобы они не играли главную роль. Нет. Я с комиссарами очень дружил. Хорошо. Я жил со всеми очень хорошо. И с командиром полка, и с комиссаром. Он приглашал начальника на чашку чая к себе. А уже были мы в Ярославле. Ну, помогать, конечно, они помогали. Тут говорить нечего. Командиром полков. Потому что командир полка очень занятый был. На нем обучение летного состава. Они, комиссары, играли большую роль в наземных войсках. А у нас такого, как комиссары у нас были, даже летного звания не имели. Политработник. А раз человек не имеет летного звания, а рассказывать ему, что так и так нужно делать. Доверие было очень такое, переменное. Ну, все понимали, все знали, что надо уничтожить врага. Но это у нас в авиации, в нашем полку. Потому что за всех я не могу сказать. Чтоб вы меня правильно поняли. То есть летчики их не очень уважали, да? Ну, как уважать-то уважали, но не высказывались. А иногда говорили, что хватит. — Леонид Иванович, а та информация, которая вам давалась комиссарами, вы сейчас это понимаете? Она совпадала с действительностью или нет? — Нет, ложностей не было. Может, не у нас, а у нас этого не было. Мы хорошо все знали. Я вел карту линии фронта. Так что я был правой рука комиссара. Когда получали информацию после завтрака, уже видно было, где и что делается. — А как вы ее вели? По сводкам информбюро? То есть из штаба дивизии вам ничего про это не сообщали? А чего сообщать-то, когда сообщает информбюро? — Зачем сообщать два раза, дублировать? — Да всего мы и не знали, потому что подробности давало только информбюро. А мы далеко были от линии фронта. Точно по пунктам у меня не было. Это примерно где проходит линия фронта. — Леонид Иванович, так все-таки про мародерство и бесчинство там, за границей, что вы можете сказать? Ну, в общем, это неправильно было. В особенности пехотинцы. И народ, конечно, допустили ошибку, потому что мирное население тут ни при чем. Связано было не с теми, которые творили, а с мирными. Было и насилие, и все прочее даже. А как вам кажется, насколько это было распространено? Да это было в основном, это наземные войска творили. Но вы сами лично не видели? — Видел я. Я не видел этого дела, но местное население и рассказывало. У меня были такие случаи, интересные были. Мы стояли в Винберге, и уже война закончилась. А иногда в свободное время выезжали для знакомства с Веной, по городу ездили. Ну, заезжали в магазины, посматривали. Многие, не я, покупали еще подошву хорошую, еще четвертого и двенадцатого года. Россия экспортировала в Австрию. А там предприниматели эти покупали выделку-подошву. И штамп России написан, Москва и год, и его качество, все. А рассказывали эти мадьяры, венгрии, австрийцы. У нас были знакомые, и они нас пригласили, говорят, чтобы приходили. Ну, приглашают. Так мы чего? Пришли. Я пришел с особистом, а у него красные глаза были. Ну вот он сидит и пишет, отчитывается за работу. Очень доброжелательно относились они все. И они рассказывали, когда эти были. Заходят солдаты. Давай, давай ее. И больше ничего не знают. Насиловали, больше ничего не знали. То есть вещей не брали, только насиловали? Ну и вещи брали, и все брали, и насиловали. И еще один случай такой был. Но у нас никто, ни солдаты, ни офицеры, мародерством не занимались. Полку в авиации у нас. Как я сказал, были в военторге, там все покупали, а денег нам платили очень много. Советские деньги мы не получали, это еще нам на книжку шло. А получали мы, я получал 9 тысяч шиллингов. Это можно купить, получали очень много. Две машины можно купить легковых. Это мародерство довело до того, что люди стали неуправляемыми. И чтобы прекратить мародерство, кто уходил самовольно, там группой, или проносил чего-нибудь, то был приказ Сталина расстреливать этих мародеров. Сами разрешили, сами и запретили. Расстреливали. И были такие случаи, когда расстреливали перед строем. Но это я слышал, поэтому точно не могу сказать. Но были. Это в Австрии, около Вены? Да, ну как-то было в Австрии. Мы зашли в магазин, как-то нас пригласили, а нас человек 5 было. И нам сказали, вы посмотрите этот подвал. Мы зашли, а я сам разведчик, все подозрительное должно быть разведано. Мы думали, что там немцы, и шли со всей осторожностью. Зашли в подвал с одной стороны, хозяин повел. Не хозяин, а пожилой же мужчина. А в одном уголке было заброшено мусом, фанерой, и все. Никакого подозрения нет. А у меня вызвало подозрение. Я открываю это дело, этот старик забегает вперед меня и говорит, не надо, не трогайте там ничего. Нет. Я открываю, а там красивая девушка. Такая обаятельная прямо. Я говорю, а зачем вы? А он говорит, господин офицер, очень издевается над молодыми девушками, но мы ее не тронули, а сказали, чтобы он взял ее домой, что больше здесь уже ничего не будет такого. Он поблагодарил, мы не тронули ничего и ушли. Но судьбу дальше ее не знаю. Леонид Иванович, 44-го года вы были заместителем начальника штаба в оперативно-разведывательной работе. В чем ваши обязанности состояли? Ну, это третье лицо в полку. Разведка была, то есть у нас была эскадрилья разведчиков, и фотоаппараты были на каждом самолете, на аэрокобрах. Качающиеся? Нет, панорамные. Нужно было сфотографировать какую-то площадь. Нам давали задания, мы фотографировали там. Но это же в учебных целях было, после войны. А во время войны? А во время войны что? Главное это управление, командный пункт. Без него ничего, никуда. Расчеты, дежурство, все прочее. Вести наблюдение за воздухом. Вот это все. То есть вы в штабе этим занимались. А кто у вас в подчинении был? Кем вы командовали непосредственно? Ну, у меня в подчинении были. Во-первых, была эскадрилья. Начальник штаба я еще был. Там была эскадрилья, парашютисты и радиолокаторы. То есть ЗОС к вам тоже относилась? Да. Ну, он по информации, по персводкам докладывает командиру полка через начальника штаба. Он докладывает начальнику штаба, начальник штаба докладывает командиру полка. А когда нужно, то доводится до летного состава, а если не нужно, то нет. Это оперсводки. Ну, и боевой подготовкой также занимались. Все планирование в полку выполняет заместитель начальника штаба оперативно-разведывательной подготовки. Я знал каждого летчика с ног до головы. Не только по имени и фамилии, а и характер. Поэтому, что нужно было, и командиру докладывал, кто отстает, а кто опережает. А вот если с Киева до Плоешты и Вены смотреть, то сильно состав полка обновился. Но уже в конце 43-го, 44-го года там мало изменялось. Очень мало. В основном потери были, когда немцы наступали. А так мало было. А 833-й полк, он тоже в ПВО был, да? Да, в ПВО. Между прочим, он прикрывал Ялтинскую конференцию. Но вас там тогда не было. Меня не было. Они были, перелетели в Плоеште. Я там туда попал. Я еще хотел один случай рассказать о мародерстве. Штурмовики, летный состав, они прифронтовой. И был один майор, герой Советского Союза. Было дело в Польше, уже после войны. Он познакомился с одной, она семейная. Он подвыпил и пошел. Пошел, всех детишек выгнал, а сам до спальни проводил ее. Ну и так. Раз, два, три, и его убили. Сами поляки. Это был и приказ по этому вопросу по северной группе войск. Но никого не привлекли из поляков. Это такой поступок, нечеловеческий. Я не добряю это дело. И не добрял. А вот если говорить про переход от войны к мирной жизни, у вас в полку он как-то проявлялся? Я читал в некоторых воспоминаниях, что по авиационным полкам даже такая волна самоубийств прокатилась. То есть люди очень тяжело переживали этот переход. Ну, пережить это, конечно, было. Ну, а такого, чтобы особенно, не было. Я тоже расскажу случай. 9 мая была победа. Мы воевали до 16-18 числа. Все еще воевали. Это не засчитывалось, один летчик погиб. Но не засчитали. Война закончилась 9 мая, и все. Точку поставили. А после победы, наверное, неделю, а то еще и больше, салюты были. Но сразу после победы был приказ, стариков всех уволили, демобилизовали. Это связано было с уходом, с разрывом. Всех стариков уволили и женские части. У нас был женский полк в дивизии. Его сразу расформировали и уволили всех женщин. Сразу же, на третий-пятый день, их никого не было. А они истребители тоже были? Да, они были же истребители. Тоже на аэрокобрах? Нет, на яках были. И мы вот были в Шемендорфе в этот день, а потом в Вимберг перелетели. Остались там две казармы. Немцы не смогли их уничтожить, или мы не уничтожили. А в Шемендорфе и в Вимберге были авиационные заводы. И американцы их сожгли. Только фундамент остался. И только кабели высокого напряжения торчали, а то все было сожжено. Да, после победы не надо разгулья, надо организовывать учебу. Ну и мы решили организовать учебу. То есть подъем, зарядка, как положено. И ввели сигнал на всем горизонте, сирену. И некоторые хотели начальника штаба расстрелять за эти сигналы. Так он надоел. Но мы потом опять отменили его. А штурман полка был казах. И он залез на чердак, с чердака залез на цоколь и ходил по цоколю. А у них там черепицы и крытые дома. Широкие такие. Но он тоже боевой парень был. Тоже физкультурник. Из пистолета сольют дает в одних трусах. Ну, конечно, выпивший. Потому что отмечали. Трезвый не полезет. И его уволили сразу. Таких сразу всех поувольняли, потому что из трех-пяти полков делали один. Такое было сокращение первоначальное. Оббирали самых лучших. И сколько это по времени заняло? Ну, это месяцами, но недолго. То есть в конце 45-го уже все закончили сокращение. Да, в 46-м все закончилось. И нас уже вывезли в Венгрию. Из Венгрии в Сухуми. Из Сухуми в Батуми. На Турцию уже было направлено. А вы не помните этот период? Люди увольнялись, а лучше и оставались. Вы по-прежнему в штабе полка работали? За боевую подготовку отвечали? Да, в этом же полку. Настроение летчиков знали? Да, знали обязательно. И вот из этих четырех-четырех полков, ну, один полк не считать, женский, из него никто не перешел к нам. Из них сделали один полк. Наш один полк оставили. Несмотря на то, что мы воевали до 17-18 числа мая месяца. А в свободное время как-то я организовал занятия с летчиками. Некоторые не подчинялись, спали и отдыхали, и кушали, и больше ничего. А летчиков у нас было человек 12, не больше. А у меня в коттедже было там, и штаб там был. А на втором этаже отдыхали, и внизу штаб был. Мы всегда с собой возили турник, брусья, козла, коня. Я еще стрелял очень хорошо из пистолета, никому не удавалось овладеть, а я стрелял из любого положения, по любой цели, на любое расстояние. И проводил занятия. И командир дивизии приехал, везде пьянствует, а мы занимаемся. Очень быстро заметили, что мы все были раздетые, тепло было. В Австрии ведь очень рано тепло, а мы без рубашек. Я скорее девать рубашку и все прочее. Он заметил, пришел, поцеловал, а в других полках там такого не было. Там отмечали. И наш штаб, руководство, оставили всех без изменений из всех полков. А там командиры звеньев рядовыми летчиками были. Командиры эскадрильей командирами звеньев были. А командиры полков командирами эскадрильей были. Вот так это было. Леонид Иванович, вы можете сказать, за это время конфликтность среди летчиков повысилась? То есть ссориться чаще стали или нет? Конфликты между собой? Нет, не было, нет. Все были на своем боевом посту. А потом еще мы хромали в этом отношении. Нужно глубже было изучать. Но изучали из опыта и все прочее. Очень много обращали внимания на воздушные бои. И приводили примеры из опыта. А вы с летчиками же говорили? А как же? А вы не помните в разговорах затрагивали ли тему? У них была вина по отношению к погибшим товарищам на войне? Чувствовали ли они это? Такой скорби они не высказывали. Потому что в авиации не было такого дня, чтобы не было катастрофы. А в мирное время еще до войны был специально последний день месяца зачитывание приказов по авариям и катастрофам. Такого высказывания не было. Сколь по всем погибшим требовалось и все. И если нужно было, то каждый считал, что он не считал своей жизни и делает то, что ему прикажут. А был такой момент, когда в полк после войны стали приходить летчики, не воевавшие. Вы не помните, как только они появились, отношения между фронтовиками и не воевавшими летчиками? Они как строились? Ну, как-то у нас таких не было. Потому что наш полк целиком был. Даже из одного полка можно было два-три полка сделать. Все участники войны. Это в Батуми. А с Батуми цхакали в полном составе. Молодежи не поступало. И из цхакали я ехал на учебу в Липецк, а полк наш в полном составе, кроме меня, послали на замену в Германию. Я с ними не поехал, я поехал на учебу. А с учебы меня направили в Польшу, в северную группу войск. 42-й гвардейский истребительный полк «Жуляны». Тут же жары. Это был 47-й год? Нет, это был 53-й, 54-й год. Все-таки там цхакали и в Батуми. У летчиков по отношению к не воевавшим мужчинам их возраста какое отношение было? Ну вот в Батуми был полк, мы вошли в одну дивизию. Они не воевали, но они охраняли все побережье Черного моря. Ничего не было. Хорошие дружественные отношения. И никаких претензий не было, что вот они тут в тылу отсиживались, а те воевали. Никаких, ничего не было. Приказ же есть, мы понимаем, как это было. Но наши летчики с орденами, конечно. А летчики любят ордена. Очень любят. И я тоже любил. И сейчас люблю. Особенно орден Боевого Красного Знамени. Это было в Ростове, когда я служил. А у нас был один командир батальона. Он совсем был малограмотный. У него был орден Боевого Красного Знамени. Так он ко мне в душу влился, что я готов был все отдать, чтобы его получить. И получил. А за что получил? За боевые действия. Это дается боевой орден, а после боевого ордена Ленина дают. Я не летал, но работал. Добросовестно выполнял все, что на меня было возложено. Это после Сталинграда? Да. За Сталинград? Да, там все было. И Сталинград, и Харьков, и Курская операция. Я тоже участвовал в ней. Первый украинский. И в Атутина хоронил. В Киеве, в парке похоронили. За боевую работу дают, за труд. Чем та война для вас сейчас является? Какое к ней отношение? Очень печально. Очень. Лучше войны, чтобы не было. Вот сейчас Путин делает все, чтобы войны не было. А вы считаете, он все делает? Достаточно делает? То есть лучше, чем в 30-е годы Сталин? Конечно. Потому что Сталин допустил грубейшую ошибку, что на сонных напали немцы. Это простить никому нельзя. Даже ему. При всех его заслугах и все прочее. Допустить это, зная, что на вас нападут, и нам не сказать, у меня не укладывается. Я не знаю, как на ваше усмотрение. И народ не простит. Вот Жуков пишет много. Он сразу сказал, что через минуту доложил Сталину, что перед этим перебежали два немца и сообщили, что будет война. И мер никаких не приняли. А скажешь, тебе сейчас же. Вот именно. Не укладывается в голове ничего. Но мы, военные люди, мы для этого призваны. Но все было. Спасибо, Леонид Иванович. На этом давайте закончим. Интервью и литературная обработка Александр Бровцин, Олег Кощеев Конец интервью. Читал Олег Лобанов.